всем большой и пламенный привет сегодня хочу продолжить тему минеральной косметики обсудить с вами тонкости ее нанесения рассказать о своем выборе универсальных кистей которые подходят как для классических так и для минеральных теней и уделить внимание нюансом составе минеральной основы начну как раз с этого несколько месяцев назад я заново начала искать для себя минеральную основу так как ту которая мне нравилась сняли с производства и поиски я начала с того что на сайте одного из интернет-магазинов я начала подбирать и сравнивать оттенки с моим летним тоном из тех претендентов которые я отобрала я начала проверять состав меня интересовалась чтобы хотя бы 5 основных компонентов которые были в этом совпадали в итоге заказала один пробник и две миниатюры двух фирм это lucy minerals и face value cosmetics вообще вам скажу что экран искажает оттенки и мне пришло не совсем то что я ожидала увидеть средний натуральный оттенок от face value cosmetics имеет бледно-розовый потом который по идее мне подходит так как у меня холодный тон кожи но оттенок смотрится как будто только что после пилинга нездоровый красноватый цвет при этом сама текстура мягкая легко перекрывает мелкие недостатки растушевывается отлично без границ не пересушивая кожу финиш у нее натуральные немного шелковистый за счет содержания в составе нитрита бора на вторую фирму делала большие ставки так как мне очень понравился состав и к тому же оттенок по экрану очень совпадал с тем что мне нужен оттенки совпали и когда начала наносить основу я поразилась ее мягкости она как будто растворяется на коже вне зависимости от плотности смотрится естественно ровно без липков как шелк перекрывает на сто процентов даже красные зрелые прыщики консилер совершенно не нужен именно вариант серии кориджинал без дополнительных обозначений можно наносить на область под глазами но тонкостях поговорим позже единственный нюанс этот оттенок редко бывает в наличии второй оттенок от lucy minerals для меня слишком теплый оранжевый потом излишне для моего тона кожи свойства те же состав мне очень нравится основу составляет оксид цинка и диоксид титана мои любимые друзья для кожи и ультрафиолетовая защита еще для нее прекрасно абсорбирует излишки кожного жира балансируя кожу и за счет противовоспалительных свойств успокаивают воспаление мне очень нравится что в составе есть алантаин который также способен регулировать работу сальных желез к тому же это увлажнение и смягчение кожи далее необычный компонент антиоксидант это яблочный полифенол полученный из молодых яблок он стимулирует рост коллагеновых волокон является антибактериальным антиаллергенным и противовоспалительным компонентом теми же свойствами обладает транс-ресвератрон это также полифенол антиоксидант полифенол это природное соединение компонентов обладающими как антиоксидантами свойствами так и другими пищевые источники яблоки лук красный виноград зеленый чай малина клюква брокколи и так далее продолжает список антиоксидантов составе основы экстракт зерен зеленого кофе который обладает противовоспалительным действием и препятствует фотостарению и ближе к осени поняла что мне нужно подбирать зимний оттенок я решила взять сразу светлый оттенок состав и свойства те же самые что и предыдущего у него хороший бежевый нейтральный потом я решила взять сразу большой объем но не тут то было оттенка снова не было в наличии ждать не могла потому что полностью основа закончилась и на сайте я нашла не оригинальную версию тоже светлого оттенка но для жирной кожи с обозначением у сиси состав отличался всего на один компонент в версии для жирной кожи было добавлен кальций для регулировки водно-жирового обмена и активного проникновения веществ в клетке кожи думаю ну все большая банка теперь на всю зиму хватит открыл и протестировала на руке и понимаю что что-то не так более грубый помол потом с розовинкой но наносится он также плотно и распределяется тоже если кожа комбинированная и плохо увлажненная он ляжет неровно и с ощущением шелушинок на лице он будет заметен при близком рассмотрении возможно этот эффект шелушинок на лице именно из-за того что основа предназначена для жирной кожи парадокс в том что на комбинированной кожи спустя 20 минут эта основа дает жирный лоснящийся блеск чего не дает оригинальная и стандартная основа состав у них идентичен но один компонент решает многое пришлось пользоваться этой основой потому что больше нечем было и когда появилась основа светлого оттенка оригинальной версии я сразу же заказала большую банку и теперь очень довольна но так как баночка с основой для жирной кожи у меня полная я нашла к ней подход после нанесения я сбрызгиваю ее гидролатом с увлажняющим эффектом либо термальной водой и таким образом минералы оседают ближе друг к другу и текстура становится более пластичной и менее заметны на коже а вообще чтобы основа ровно ложилась после нанесения дневного крема ему нужно минут 10 чтобы он впитался далее излишки удаляем салфеткой иначе рассыпчатая пудра может лечь неровно для нанесения использую кисть синтетическим ворсом так как она лучше отдает и распределяет минералы по коже крышечку немного насыпаю основу и распределяю по кисти круговыми движениями и также круговыми движениями наношу основу от центра лица к периферии если не хотите промакивать остатки крема салфеткой и хотите чтобы наверняка основа легла ровно используйте перед ее нанесением праймер он выровнять рельеф кожи дополнительно в зависимости от праймера увлажнит или обеспечит дополнительную матовость а также выровнять то праймер не утяжеляет макияж обычно он бывает белого оттенка который сливается с тоном кожи и далее мы наносим основу очень важно под глаза основу или консилер наносить на крем на масляной основе либо на масляную смесь можно также смешать масляную смесь с консилером или основы таким образом получится уход и коррекция без пересушивания и забивания в морщинки основы или консилера я знаю что многим нравится состав и результат на коже минеральной основы но непривычно или не нравится сама рассыпчатая текстура можно сделать привычную основу из минеральной пропорция один к одному берем любимый дневной увлажняющий крем и смешиваем с минеральной основой и точно так же кистью плоской или для основы или споржем и так далее чем привычно наносим основу рассыпчатая текстура минеральной косметики настораживает и наверное отталкивает несмотря на их свойства эта проблема легко решается основу или иное минеральное рассыпчатое средство можно спрессовать используя спирт пресс спирт испарится и никоим образом не повлияет на свойства или результат на мой вкус основа от lucy minerals не требует вуали или консилера потому что у нее у самой очень хорошее покрытие и шелковистый финиш вуаль призвана визуально выравнивать рельеф кожи у нее очень легкое и мягкое покрытие она не скрывает недостатки по сути минеральный макияж не забивает поры и позволяет коже дышать но смывать его нужно обязательно каждый вечер потому что за день на кожу попадает пыль выделяется кожное сало все это смешиваясь под воздействием кислорода окисляется когда во время сна кожа естественным образом очищается все это препятствует ее процессу и поры просто-напросто забиваются и образуются черные точки так что любые остатки косметики или не впитавшегося крема или масло на коже во время сна приводит к закупориванию пор теперь хочу поговорить о кистях для нанесения теней для меня самая универсальная кисть из натурального ворса пони с гибким мягким ворсом классической формы среднего размера за счет плотного и упругого ворса она легко набирает тени любых текстур рассыпчатые классические запеченные или кремовые также легко и ровно отдает их на века как легкими так и похлопывающими движениями так и вбивающими или разносящими движениями по всему веку этой кистью можно нанести тени на подвижное веко плоской или широкой стороной растушевать если поставить кисть ребром прорисовать складку используя кончик кисти если нужно работать с большей областью на веке то альтернатива кисть подобной формы но большего размера еще такая хитрость чтобы не подбирать цвет карандаша для макияжа использую тени влажным способом для подводки линий роста ресниц набираю на кисть тени и сбрызгиваю немного водой или гидролатом к тому же минеральные тени можно наносить на слизистую они не вызывают сухости жжения покраснение или дискомфорта глаз минеральные тени гипоаллергенны минеральные тени в первую очередь я люблю за состав за то что они не сушат века и кожа имеет возможность дышать тени мягкие дают красивый эффект на веке тени с блестками не осыпаются и в течение дня продолжают раскрываться и не тускнеть эти тени ложатся ровно у них шелковое покрытие единственный минус в том что их нужно наносить похлопывающими движениями иначе они распыляться и оттенок не проявится и цвет будет смазанным и блеклым еще на такие тени требуют праймера или влажного нанесения так как если вы нанесете их на чистая века через 15 минут они просто скатаются в складку и оттенок не раскроется настолько красиво как он в баночке на данный момент это все мои маленькие хитрости которые я приобрела с опытом использования минеральной косметики которые я пользуюсь регулярно на протяжении уже почти пяти лет жду ваших комментариев заглядывайте в описании к этому видео там я оставила ссылки на посты на блоге о составе минеральной косметики и дополнительной информации буду рада если мой опыт будет вам полезен еще у меня есть хорошая новость помните совместно с интернет-магазином beauty minerals мы делали для вас конкурс многие просили его повторить так вот конкурс открыт все подробные условия участия также внизу в описании к этому видео желаю успеха а а а а а а а а а и и Продолжение следует...